Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 16 октября, вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Колотинам, первая глава стихи 1 и 2, первой главы, и та же глава стихи 7 по 11. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Как и научились от Ипофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись по знаниям воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Итак, дорогие братья и сёстры, сегодня Церковь обращает наш взор на послание апостола Павла Колосина. И в первом же стихе мы встречаем следующую формулу апостола Павла. Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа и Тимофей брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Казалось бы, простое приветствие апостола, но и оно уже говорит нам о некоторых проблемах, которые были в общине колосс. И как апостол Павел это всё пытается объяснить и разрушить эти сомнения, уничтожить клевету, которую на него возвели. Он пишет, «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа». Для тех, кто не сомневается в том, что в авторитете апостольства Павла не было бы нужды писать, что апостол Павел именно стал апостолом именно волей Бога. Видать, здесь были такие же проблемы, как и в других общинах. И здесь говорится как раз-таки о том, что апостол Павел именно волей Бога стал апостолом. Потому что были клеветники, были иудействующие христиане, которые говорили, что он самозванец, что он на самом деле никакой не апостол, а на самом деле он просто человек, который услышал от апостолов проповедь и в своих корыстных целях стал проповедовать. Здесь же он утверждает свой статус апостола, и этот статус говорит о том, что он призван на свое служение самим Богом, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Как и научились от ипофраса возлюбленного сотрудника нашего и верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Научились от ипофраса чему? Об этом не говорит сегодняшний отрывок, но в контексте, если мы прочитаем 5 и 6 стих, то узнаем, что «в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Как научились от ипофраса? Они научились истины, в которой растут и пребывают от некоего ипофраса, который является со-трудником апостолов. То есть он трудится вместе с ними на ниве благовестия Евангелия. Блаженный феофилакт Болгарский следующим образом толкует данный стих, как научились от ипофраса. «Вы, говорит, на самом деле познали благодать так же, как и учил вас ипофрас, ибо не иное происходило на деле, а иному он учил, ибо он, вероятно, проповедовал колоссиным, возлюбленного сотрудника нашего». «Сим показывает, что этот муж достоин доверия, ибо я, Павел, не любил бы его, если бы он не был истинным проповедником и не назвал бы его сотрудником». Действительно, мы видим, что апостол Павел называет ипофраса сотрудником, тем самым возводя его в ранг людей, которым он доверяет. То есть его проповедь, его слова можно доверять, соответственно, он не сомневается в том Евангелии, которое преподал колоссиным ипофрасам. «Верного», то есть истинного, «для вас, служителя Христова», «верного для вас, служителя Христова». «Ради вас, говорит, он служил в делах, подобающих Христу, ибо и то, что отправился к Павлу, утешал его в узах и известил его о событиях в колоссах». Дело в том, что дальше в стихах мы прочитали, что он как раз-таки и был к тем проводникам той ситуации, которая сложилась в колоссах для Павла, который находился в узах. «Ибо и то, что отправился к Павлу, утешал его в узах и известил его о событиях в колоссах, и это было служением Христовым». Если же ипофраса «слуга Христов», как же вы говорите, что через ангелов вы приведены к Богу? Как раз-таки здесь и говорит апостол Павел далее в следующих стихах. «По всему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле, благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу и помогуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Здесь апостол Павел не начинает сразу с разбора тех неурядиц, тех недоуменных вопросов и нестроений, которые существовали в общине колосс. Он призывает для начала их укрепиться. «Посему и мы с тобой, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Он молится о том, чтобы они продолжали так же стремиться к Богу по знанию, так же пребывать в молитве и так же стремиться к познанию всякой мудрости и разумении духовным, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле, благом и возрастая в познании Бога, укрепляя здесь всякую силу и помогуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Апостол Павел начинает очень мягко. И в дальнейшем, конечно же, он будет развивать свою полемику с теми заблуждениями, которые существовали в этой общине. Но нужно заметить, как тактично он начинает это. И здесь, конечно же, нельзя сравнивать, ставить на один уровень это послание с посланием к Галатам, где он с первых слов, с первых своих слов начинает очень резко обращаться к Галатам и сразу переходит к защите. То есть это послание очень динамично. Здесь же мы видим некие призывания и радость, прежде всего радость о том, что в колоссах преизобилует Слово Божие и в дальнейшем будет разбираться, в чем же ошибочность мнений тех братьев и сестер в колоссах, о которых узнал апостол Павел со слов Ипофраста. Дорогие братья и сестры, будем также стремиться к такой же тактичности в своей жизни, какой использует апостол Павел, но в то же время ни на йоту, не отступая от святоотеческого предания, и ни на йоту, не отступая от того толкования, того понимания священного Писания, которое предлагает нам, прежде всего, Церковь. Потому что нужно помнить и понимать, что Слово Божие — это книга Церкви, которая родилась в Церкви и для Церкви. Поэтому, не выпадая из лона Церкви, мы должны учиться понимать Священное Писание, беря за основу своих рассуждений, и, конечно же, святоотеческие толкования. Будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok